Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сейчас я собираюсь вам показать одно из самых любимых моих блюд. Это будут тефтели в совершенно обалденном соусе. На мой взгляд, с таким соусом можно даже теннисный мяч стрескать. Поехали! Начну из подготовки тефтелей. Или тефтелей, как правильно. Это у меня фарш, смесь говядины и жирной свинины. В него нужно добавить молотый лук-порей. Вы, конечно, можете заменить порей репчатым. Но репчатый в фарше даст просто много сока. То есть дозавают сочности тефтелям. А это в сегодняшнем варианте приготовления не очень актуально. Потому что все будет томиться в соусе, и вне зависимости от наличия лука внутри, сухими тефтели не станут. Вот порей, особенно с зеленой частью, содержит большое количество таких волокон. И они сделают консистенцию у тефтелей более рыхлой, что ли. Короче, для сегодняшнего рецепта жабу лучше придушить и купить-то кипарей. Еще в фарш нужно добавить зелень мелкорубленной. У меня здесь кинза, петрушка, укроп. Теперь сюда отправляется мясо, панировочные сухари, соль. И пряности, которые надо смолоть. Черный перец, зира, душистый перец, гвоздика, анис, кориандр. И все это в труху. Часть я отправлю непосредственно в фарш, а часть оставлю для соуса. Ну и перемешать до однородности. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С фаршем разобрался. Можно приступать к сборке всего. Сначала нарублю репчатого лука. Его должно быть много. Он даст просто огромное количество сока и вот именно этот сок и будет основой соуса. Немного растительного масла на дно. Готовить блюдо нужно в чугунном казане или, по крайней мере, в толстодонной кастрюле. Ну а теперь налеплю тефтелей. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь самые необычные ингредиенты в соусе для мяса. Яблоки и сливы. Вы скажете, что за фигня. Друзья мои, вспомните соус кемали. Согласитесь, отлично подходит к мясу. А между тем готовится и слив. Так что смело кладите. Благодарить будете потом. Только от косточек надо избавиться. Ну и яблоки. На мой взгляд, идеально подходит Гринни Смит. В них и кислоты достаточно, и сладости. Ну и сладкий перец. Субтитры сделал DimaTorzok Завершающий штрих. Вторая половина молотых пряностей. Соль и протертые консервированные томаты. Все. Процесс пошел. Первые 5-10 минут на сильном огне и прислушиваемся. Когда услышим такое интенсивное кипение, под крышкой все булькать начнет, убавляем огонь до среднего. И томим примерно 30-50 минут. Время в данном случае зависит от количества продуктов в вашей кастрюле и от размера в кастрюле. Через 50 минут покажу, чего нам ждать. У меня фарша было 2 килограмма, так что на томление ушло 50 минут. Видите, сколько сока? Причем я ни капли воды не добавлял. Сейчас соус надо попробовать и если сахара в сливах, луке, яблоках было недостаточно, то выправить на вкус. Ну и на соль, конечно, тоже. Нет, мне ничего добавлять не надо. Все отлично. Очень вкусно. Но сейчас убавлю огонь до самого слабого и оставлю еще примерно на полчасика. Готовьте большие ложки. Это просто чума. Ну-ка этот вкус, манчик. Яркий, пряный вкус. Очень яркий. Вот количество пряностей, слива, которая кислинку дала, яблоко, которое дало сладость, лук тоже дал сладость, сладкий перец болгарский, просто море сока вот этого. Просто чума. И в качестве разрыхлителя мяса добавлены вот эти вот панировочные сухари. На мой взгляд, великолепное вообще решение. Можно, конечно, рис использовать для этого дела, но рис, как вы видите, я отдельно творил. Об этом можно говорить бесконечно долго. Можно, кстати говоря, в качестве моего совета побольше зелени разной положить. Я буду дать за кадром. Извините, пожалуйста. Огромное спасибо за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok